Ярослав Васильевич Смеляков – один из самых известных советских поэтов, чья жизнь, тем не менее, складывалась очень тяжело. Множество событий, которые повели за собой существенные изменения, естественно, нашли свое отражение в творчестве поэта. Тяжелые жизненные обстоятельства, которые не смогли сломить дух Ярослава Васильевича, хоть и изменили восприятие окружающего мира, стали толчками к преодолению препятствий на пути к намеченной цели. Родился поэт 8 января 1913 года. Ярослав Смеляков, история которого началась на заре XX века, родился в городе Луцке, который находится на территории современной Украины. Отец будущего поэта был простым рабочим на железнодорожном предприятии. Все свое детство Ярослав провел в деревне. Там же он и получил начальное образование. Уже в столько ранние годы начал писать свои стихи. Ярослав Смеляков и уже тогда они были достаточно сложными и замысловатыми. После окончания мальчиком начальной школы родители Ярослава Смелякова приняли решение о том, что ему необходимо получить надлежащие знания. Они решили отправить его в Москву, где 7 лет Ярослав получал свое дальнейшее образование. Вскоре именно этот шаг помог поэту развиться не только как литературному деятелю, но и как переводчику. Среди работ Смелякова можно назвать огромное количество переводов с украинского, белорусского и многих других языков. Кроме этого, Смеляков являлся также автором многих публикатических и критических литературных статей. Ярослав Смеляков, стихи которого уже пользовались узкой известностью, будучи еще совсем юным, уже принял решение о том, что хочет связать свою жизнь с литературной деятельностью. Уже в раннем возрасте поэт занимался написанием стихотворений. Поскольку мальчик очень интересовался поэзией, интересным фактом стало то, что к этому Ярослава подтолкнуло творчество Байрона. Ирония в том, что именно со стихотворений Байрона начинали свою литературную карьеру многие поэты Золотого века русской литературы. Первыми шагами, которые были сделаны для достижения поставленной цели, стало поступление в фабрично-заводскую школу, которая обучала своих учеников полиграфическому делу. Ярослав Смеляков окончил данное учреждение в 1931 году, после чего устроился на работу в городскую типографию. Будучи еще студентом, Смеляков публиковал свои первые стихотворения в местной стенгазете. Но это не могло принести ему ни той славы, которую он так страстно желал, которой стремился на протяжении долгих лет. Уже в это время Ярослав увлекался поэзией. Как поэт Смеляков еще не реализовался. Поэтому как боялся, что его творчество будет подвержено критике, ведь у него не было никакого опыта. Но, к счастью, у юного Ярослава был хороший друг, журналист. В литературных кругах этого молодого человека знали как Всеволода Юарданского. Именно он убедил поэта в том, что необходимо пробовать нечто новое, достигать своих целей, даже если на пути к ним встретится немало препятствий. Ярослав последовал совету друга, и его стихи вышли в свет. Свои первые творения поэт решил отправить в известную редакцию журнала «Рост». Однако Ярослав перепутал адреса, и его стихи оказались на столе главного редактора журнала «Октябрь». Когда Смеляков понял свою ошибку, он жутко переживал. Главным редактором этого журнала был его кумир Михаил Светлов. Однако юный поэт зря нервничал, потому что, как его стихотворение, вызвали одобрение у столь известной личности. Кроме того, как отмечают историки, очень значимый для поэта стал тот факт, что в той типографии, где он трудился, ему предложили работу по набору собственных стихотворений. Эти стихотворения входили в сборник «Любовь и работа», который вышел в свет в 1932 году. Несмотря на то, что судьба преподнесла такой подарок начинающему поэту, вскоре жизнь Смелякову покатилась по наклонной. Все большее доказывая, сколько ужасного может нести в себе участь одного человека, который однажды был необыкновенно счастлив в простому стечению обстоятельств. Для Смелякова советское время оказалось крайне тяжелым. Несмотря на то, что поэт уже добился успеха, вел активную деятельность при комсомольской газете и журнале «Огонек», вступил в ряды союза писателей, он попал под волну репрессий. В 1934 году поэт Смеляков был арестован. Он переживал самые массовые страшные репрессии, которые были во время правления Сталина. Проведя в заключении три года, Ярослав пережил еще и две огромные потери. Два очень близких друга поэта, которые также занимались гидиатурной деятельностью, были расстреляны. В это время этими друзьями стали не менее известные писатели – Борис Корнилов и Павел Васильев. Эти первые ужасные события оказали негативное воздействие на психику поэта. Несмотря на внутренний стимул, поэт стал увлекаться алкоголем. Единственное, что еще как-то держало Ярослава в форме – это мечта, которой стремился Смеляков. В 1937 году, когда Ярослав был официально освобожден, он продолжил свой карьерный рост. Он занял место главного секретаря известной газеты, которая выпускалась под присмотром трудовой коммуны имени Джержинского. Кроме этого, Ярослав работал также репортером, писал небольшие филитоны, заметки. Но только лишь в 1939 году Смеляков удалось восстановить свое членство в Союзе писателей СССР. Имея уже определенный опыт, Ярослав занял должность главного ответственность инструктора прозаической секции. Это место было особо трудно получить. Именно в это время у поэта появилось много завистников, которые не понимали, как ему удалось занять пост инструктора после того, как Смеляков уже был репрессирован. Именно с этого момента Ярослав не знал покоя. Бесконечные проверки, спровоцированные постоянными доносами со стороны литературных коллег и знакомых, доводили поэта порой до иступления. В это же время из-под пера Смелякова вышло известнейшее стихотворение, которое и сегодня способно затронуть самые дальние и потаенные струны души. «Если я заболею, к врачам обращаться не стану». Первая публикация этого произведения датирована 1940 годом. Несмотря на то, что строки «Если я заболею, к врачам обращаться не стану», известны всем, многим до сих пор не был известен автор столь прекрасных слов. Вообще, говоря именно об этом произведении, нужно сказать, что оно стало своеобразным реквиемом. Стихотворение наполнено метафорами, эпитетами, что усиливает впечатление прекрасного. Не зря оно было столь актуальным. Смысловая нагрузка, вложенная в произведение, на самом деле заставляет задуматься о беспрерывной взаимосвязи человека и природы. Читая произведения такого поэта, как Ярослав Смеляков, стихи о войне в частности, можно понять, сколько эмоций он переживал в течение своей жизни. И на самом деле, родившись на зре XX века, поэт застал все самые страшные события, случившиеся в советские годы. Это и репрессии, и постоянный тотальный контроль со стороны государственной власти и начала Великой войны. Естественно, все это не могло не отразиться на творчестве писателя. Смеляков был и участником войны. В 1941-м, с июня по ноябрь, поэт воевал на Карельском фронте и Северном фронте. Однажды, попав в окружение, из которого не было выхода, Смеляков попал в плен к финнам, где пробыл вплоть до 1944 года. Стихи о войне Ярослава Смелякова поражают своей эмоциональностью. Видно, насколько сильно поэт переживал разлуку с родным краем, где прошла вся его жизнь. Одним из таких стихотворений стало «Вот опять ты мне вспомнилась, мама». Читая это произведение, можно прочувствовать все эмоции, которые вложил в него поэт. Проводя анализ творчества Ярослава Смелякова, которое посвящено военному времени, важно сказать, насколько трогательно писал автор о родине. Даже в стихотворении, которое упомянуто выше, он говорил не только о своей матери, по которой безумно скучал, но и о России в целом. Смеляков называл родную страну «седой матерью», которая проводила своих сыновей на смерть, которая беспрестранно подставляла свою грудь, чтобы защитить своих детей. Латала, зашивала всю одежду, прятала свои шрамы, но кроме этого, больше всего задевают строки, в которых Ярослав писал о том, что несмотря на все ее попытки скрыть свои раны, он все равно видел их, и ему было нестерпимо больно замечать, что и Россия, и родная мать так страдают. Еще одним стихотворением о войне стал стих «Судья». Ярослав Смеляков в нем рассказывает о несложившейся судьбе юного мальчика, убитого на войне. Несмотря на то, что большую часть военного времени поэт провел в плену, это страшное для всех время сильно повлияло на его восприятие всего окружающего мира в целом. Несмотря на это, после возвращения домой Смеляков пытался наладить свою жизнь, очень надеясь на то, что ему удастся заниматься и далее литературной деятельностью. Однако, по возвращению домой поэт вновь был репрессирован. Собственно говоря, такая участь постигала практически всех, кто возвращался из плена. На этот раз поэта отправили в спецлагерь, который находился под Сталиногорском. Несколько лет Смелякова унижали и издевались над ним, пытаясь исправить неверное восприятие мира. Эти лагеря были созданы специально для тех военных, которые пробыли хоть какое-то время в плену, чтобы удостовериться в том, что солдаты не поддались вражескому влиянию. Все возможные и невозможные для того, чтобы Ярослав был освобожден, делали его друзья-журналисты. Наконец, усилиями журналистов Поддубного и Познякова поэт был освобожден. Несмотря на не очень хорошее положение дел, товарищам Смелякова все же удалось помочь поэту устроиться на работу в редакцию «Сталиногорская правда», где Ярослав занял должность ответственного секретаря. Кроме этого, поэт стал руководителем творческого писательского кружка, который находился при редакции газеты. Именно благодаря этой работе Смелякову все же удавалось заниматься любимым делом, несмотря на то, что его произведения были некоторое время запрещены для печатания. В лагере под Сталиногорском вместе со Смеляковым фильтрацию проходил и брат Александра Твардовского. Будучи заключенными, мужчины подружились и на протяжении многих лет поддерживали связь. Рассказы брата об Александре очень нравились Смелякову. Поскольку Ярославу въезд в Москву был запрещен, вернуться в советскую столицу поэт не мог. На свой страх и риск Смеляков все же посещал город, но никогда не оставался там на ночь. Автор множества стихотворений все еще старался поддерживать связь со своими друзьями, связанными с литературой. Одним из таких знакомых стал Константин Симонов. Заручившись поддержкой Симонова, Смелякову удалось вернуться к любимому делу – поэзии. Уже в 1948 году в свет выходит огромный труд Ярослава Смелякова «Кремлевские ели». Из-за доноса двух писателей Ярослав вновь был арестован в 1951 году. На этот раз бедного поэта отправили отбывать срок в далекой республике Коми. Прибыв в город Инту в 1951 году, Смеляков освободился лишь в 1955, попав под амнистию. Несмотря на все переживания и душевные волнения, поэт описывал все с позитивом. Такими строками стали фрагменты стихотворения «До двадцатого до съезда. Жили мы в простоте». Уже в 1956 году Смеляков был реабилитирован. В этом же году выходит сборник стихотворений «Строгая любовь». Этот сборник получил широкую известность, но, что важнее, он стал одним из самых триумфальных за все время творчества Смелякова. Долгие труды позволили Смелякову стать одним из членов правления Союза писателей СССР в 1967 году. Уже в 1970-м он стал его руководителем. Именно в это время Ярослав женится второй раз. Если о первой жене поэта ничего не известно, то второй стала Татьяна Валерьевна Смелякова-Стрешнева. Из-под руки Смелякова вышло огромное количество прекрасных стихотворений. Известно, что писать их он начал, будучи еще ребенком. И вообще, Ярослав Смеляков, анализ творчества которого это подтверждает, был чрезвычайно чувственным человеком. Та буря эмоций, которая бушевала в нем ежеминутно, отлично выражена в его произведениях. Может, именно поэтому удавалась и любовная лирика такому поэту, как Ярослав Смеляков. Стихи о любви, вышедшие из-под пера, порой поражают до глубины души, а порой заставляют улыбнуться. То, как автору удавалось выражать свои эмоции, стало его отличительной чертой среди всех других поэтов. Например, одно из стихотворений, автором которого является Смеляков, Любка Фельгельман, рассказывает о чистой и прекрасной любви между двумя еще совсем молодыми влюбленными. Вместе поврослев, девушка отказалась от бедного поэта променять эту любовь на дорогие наряды. Казалось бы, в этом нет ничего смешного, но то, как об этой трагедии рассказал Ярослав, делает всю ситуацию иронической и забавной. Еще одним известным стихотворением стала «Хорошая девочка Лида», которая рассказывает о любви мальчика и прекрасной девочки по имени Лида. Оно очень трогательно и заставляет окунуться в те времена, когда каждый из нас был очарован чувством первой любви, отличающейся исключительностью и чистотой. Кроме того, стихотворение «Хорошая девочка Лида» было использовано в советском фильме «Операции». Момент, когда Шурик приходит в гости к новой знакомой Лиде и читает ей стихотворение, стал известным кадром для всех любителей советского кино. Если говорить не только о стихах о любви Ярослава Смелькова, то в его архиве можно найти и абсолютно советские произведения. Например, поэма о комсомоле «Молодые люди» представляет собой историю, рассказывающую о судьбе молодого гражданина комсомольской державы. Это произведение отлично раскрывает всю сущность того времени, позволяет каждому понять жизнь молодых людей, которые начали раскрываться при новом государственном строе, все проблемы, трудности, а кроме них и радости, и яркие впечатления. Все это можно увидеть в поэме Смелькова. Еще одним известным и большим трудом Смелькова стал разговор о главном. Философский сборник, вышедший в свет в 1959, каждое стихотворение которого заставляет задуматься о жизненно важных вещах, читается очень тяжело. Это связано с тем, что бездумно читать строки произведения не получится. Каждое слово наполнено глубоким смыслом, который необходимо понять, осмыслить и сделать определенный вывод. Несмотря на сложную смысловую нагрузку, произведение все равно стоит того потраченного времени, которое уходит на его прочтение. Уже посмертно были изданы два сборника поэта. В 1973 году вышел сборник «Мое поколение», который стал скорее автобиографическим, нежели лирическим. А в 1975 вышел сборник стихотворений «Ярослава Смелькова. Служба времени». Всего за всю свою литературную деятельность Смельков написал 120 стихотворений. И можно смело сказать, что в каждое из них была вложена душа автора. Возможно, не все стихотворения столь известны, но при этом все они, безусловно, по-своему прекрасны. Талант поэта невозможно оспорить. Его подтвердили и сами произведения, и очень известные литературные деятели, например, Светлов, Коржавин, Винокуров и многие другие знатоки своего дела. Несмотря на это, многие критики делят стихотворения Смелькова на плохие и хорошие. Хорошие отличаются своими образами, речевыми оборотами, а плохие несут в себе простые, незамысловатые рифмы. Все творчество Ярослава Смелькова на самом деле можно разделить на две части. Сильная часть и слабая. Сильная доказывает, что поэт действительно обладал особым взглядом на мир, а слабая показывает, насколько порой тяжело поэту было переживать жизненные трудности, которые встречались на его пути. Однако можно и простить поэту его слабость. Его жизнь действительно не была простой. Скорее наоборот, очень сложно. Удивительно, как Смельков смог перенести все невзгоды, которые поджидали его на самых неожиданных жизненных поворотах. Кроме того, важно отметить, что в последние годы своего творчества поэту было очень важно передать, насколько важно помнить прошлое своих предков. В своих последних сборниках автор отмечал, что опыт, который переходит к каждому от отца, очень важен для построения собственной жизни. Скончался Ярослав Васильевич Смельков 27 ноября 1972 года. Поэт был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.